Кубань 24 Кубань 24 В Сочи рассказали о беспилотных поездах и цифровых технологиях на рельсах Мужчина делал дома ремонт и всего лишь уколол палец, уржав гвоздь Повредил палец и чуть не потерял сердце Краснодарские медики провели уникальную операцию, применив секреты механики Это редкое явление, когда тяжелый штурмовик мог наранить немецкий истребитель Чтобы помнили и видели со всех сторон, военная горка в Темрике сможет рассказывать историю о войне даже после захода солнца Эмоции, стили, тонкий вкус Жители Краснодара угостили необычным музыкальным коктейлем с зарубежными нотками На Кубани сейчас подсчитывают ущерб, который нанесла непогода Сегодня днем солнце резко закрыли тучи, дождь пошел стеной, посыпался крупный град В Краснодаре ледышки были размером с яйцом Порывы сильного ветра сносили крыши, рвали провода, линии электропередачи, ломали ветких деревьев Разгул стихии привел к трагедии, погиб рабочие настройки Все подробности в сюжете Юлии Костиной Побитые машины, крыши и фасады домов, поломанные деревья Такой след сегодня оставила после себя непогода К несчастью, разгул стихии унес человеческую жизнь На западном обходе на стройплощадке одного из жилых комплексов Порыв ветра повалил строительный кран Этот момент успели снять жители соседней многоэтажки Погиб крановщик, мужчине было 30 лет Сейчас все обстоятельства трагедии изучают сотрудники Следственного комитета Они проводят проверку и пытаются установить, как соблюдались правила Безопасности на объекте По предварительной информации, в момент падения кран не работал Последствия непогоды ощутили сегодня в нескольких районах Краснодара Одними из главных информаторов этого дня стали жителями краю на немецкой деревне Только фото лебедей в социальных сетях сменили видео стихии, которая разошлась не на шутку Вот такие вот осадки сегодня у нас на немецкой деревне Вот так Девочкам спрашивают, вам страшно? Они говорят, нет, мам, просто лето кончилось Ну куда это годится? Мария Печь вздыхает, оглядывая свой автомобиль Хорошо, что град не застал семью в дороге, но и во дворе не успели спрятать или накрыть машину Все побило Люди соседи укрывали, правда, дьявами, но не спасли, пишут, не спасли Жалко машину, новая На ремонт повезет автомобиль и еще одна жительница немецкой деревни Дарья Виза Она тоже полдня считала вмятины на капоте и крыше Очень быстро налетел дождь, гроза, молния И град очень резко пошел, очень крупный И буквально за 15 минут у нас тут побило практически все машины в округе Экстренные службы предупреждали о непогоде, но такого не ожидал никто Днем в Краснодаре поднялся сильный ветер, небо затянули тучи, а потом дождь встал стеной, посыпался град В некоторых частях города ледышки достигали размеров сливы Особенно сильная гроза прошла на северо-западной части кубанской столицы Краснодарцы выкладывали в сеть видеоролики, на кадрах которых видно Природная бомбежка повредила деревья, оставила на машинах крупные вмятины Непогода заставила полноваться и жителей поселка Афибского в северском районе края Там тоже выпал крупный град, а в Денском районе люди остались без света В нескольких поселениях произошли аварийные отключения электроэнергии В станице Новотитровской град, как и в Краснодаре, пробил фасады домов Люди подсчитывают убытки во дворах Розы лысые, малина лысая Собака выжила наша, живая Звездой соцсетей сегодня поневоле стала и эта сова Спасаясь от непогоды, птица залетела в квартиру, осталась жива и стала популярна На какое-то время на Кубань словно пришла зима На обочинах и дорогах, как снег, лег слой града Как сообщают спасатели, в ближайшие трое суток ливни на Кубани продолжатся Сегодня и завтра ожидается шквалистое усиление ветра до 23 метров в секунду Над акваторией Черного моря возможны смерчи В предгорьях край еще может выпасть град, а грозы прогремят по всему региону Юлия Костина, Кубань, 24